Хранители визуальной истории принимают поздравления сотрудников Государственного архива кинофотодокументов в связи с профессиональным праздником поблагодарила за труд глава округа. Вы являетесь безусловно вообще гордостью Красногорска и всего Подмосковья, потому что у нас все знают, маленькие школьники наши, которые здесь у вас бывают, и бабушки, ветераны, пенсионеры, которые к вам тоже приходят на экскурсии, что у нас есть в Красногорске вот такая замечательная организация. Главный архив страны находится в городском округе Красногорска. Я знаю, что многие из нас, наши жители, вы живете здесь, работаете, доработаете давно. На работе сегодня только 30 из 190 специалистов Госархива. Это вдвое больше, чем неделю назад. В учреждении, как и по всей стране, в связи с эпидемией коронавируса выводились все возможные предупредительные меры, но хранилище не прекращало свою работу. Карантин совпал с юбилеем Победы, а здесь, в Красногорске, чуть ли не главные кадры военной хроники, которые востребованы на всех федеральных каналах в канун 9 мая и на самый большой праздник. Мы вызывали, конечно, цепочку технологическую из людей, составляли 8-9 человек, чтобы не пересекались особо. А вот сейчас, в последнее время, работы прибавилось, потому что очень много фильмов сейчас дают. Мы не принимали три месяца фильма. Тем не менее, очень много исполняли заказов. Потом военно-историческое общество обращалось постоянно. Они, вы знаете, Ржевский мемориал открывают. У них там будет музей «Я убит под Ржевом», который тоже мы полностью обеспечивали кино и фотоматериалами. Там, по-моему, 2000 фотографий мы им цифровали сейчас, как раз во время коронавируса. Кроме того, совместно с ВГТРК архивисты создали фильм «Парад победителей». Показ полотна увидел из прошлого, а про сам Красногорский архив состоялся в ходе визита главы. Также были продемонстрированы негативы XIX века и фотографии выставки о полярных экспедициях. Она расположилась в холле. Здесь же установлен макет памятника фронтовым кинооператорам в масштабе. По словам директора Натальи Калантаровой, его копия высотой в 4 с лишним метра уже отлита из бронзы в Солнечногорской мастерской и ждет своего часа. Ее установят в Яблоневом сквере на Волоколамском шоссе в начале сентября. Коронавирус не испортил таких планов.